Ветераны футбола, клуба крыльев советов и на поле, и на трибунах. Некоторые уже давно не играют. Но на матчи любимой команды ходят всегда. И неважно, играют мастера в российской премьер-лиге или бывшие коллеги по команде в товарищеском матче. Александр Аверьянов сегодня в роли зрителя. С друзьями вспоминает былые времена, когда в 90-е они были единой командой. Играли, побеждали и все свободное время проводили вместе. Отдыхали семьями. Главной наградой были не места в турнирной таблице чемпионата страны и даже не медали, а любовь болельщиков. Нам принадлежит именно нашей команде рекорд Металлурга по посещаемости. Когда мы смогли собрать аудиторию больше 40 тысяч, когда люди сидели в проходах, полный стадион. Но это для нас, для игроков, это признание того, что мы действительно были той командой, которая была здесь в Самаре любима. Бывшие звезды самарского футбола разных поколений снова на поле. Жеребий поделил их на команды. А повели их в атаки экс-тренер Крыльев Совета в конце 90-х, начало нулевых, Александр Тарханов и Валериан Панфилов. Самарский футболист. Он играл в 70-е. И рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей за крылышки. Их у него 413 матчей. Однако ветеран гордится не столько своими победами, сколько достойной игрой команды в нынешнем сезоне российской премьер-лиги. Команда есть и команда показывает незрелую, а такую игру. Мне вот ветераны, которые сегодня собрались и много звонят из России, все довольны. Говорят, Валера, ну наконец-то вроде побежала команда. Интересно смотреть, там другие просто мяч катают, а у вас все быстро. Товарищеский матч между ветеранами Крыльев Советов был разогревающим для болельщиков. Вечером на главное поле Самара-арены вышли мастера премьер-лиги. Самарский клуб принимает столичное Динамо. Москвичи уверенно занимают второе место в национальном чемпионате, пропустив впереди себя питерский зенит. Крылышки как никогда за последнее время закрепились в середнячках и занимают седьмое место. Достойный подарок на 80-летний юбилей клуба самарским болельщикам. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.